Так, друзья мои, во-первых, я хочу вам за давностью времени, как всегда, кратенько напомнить то, о чём мы с вами говорили. Мы говорили по весьма важному вопросу о церкви. Я вам сказал о двух сторонах церкви, которые очень важно между собой различать. Затем об отношении церкви к другим религиям. И, в частности, вопрос возникает, очень такой серьёзный вопрос для нашего времени. Я советую вам обратить на это серьёзное внимание, потому что сейчас буквально все стоят перед этим вопросом. Я бы сказал, на всехристианском уровне этот вопрос сейчас является в высшей степени актуальным и идёт его разрешение в одном направлении. Вы знаете, проходят сейчас уже все религиозные собрания, межрелигиозные моления. Я говорил о том же молении в Ассизе, когда собираются представители самых разных религий. Не просто христианских конфессий, а именно религий. Сейчас очень решительно вводится в сознание идеи о том, что во всех религиях поглоняется одному и тому же Богу. То есть, все мы верим в одного Бога. Это вот та точка зрения, которую я вам назвал теософской точкой зрения. Она пропагандируется, я бы сказал, с огромнейшей силой. И помимо того, что она просто ошибочна, здесь есть ещё один очень серьёзный момент. Момент, заключающийся в том, что этим самым подрывается исключительность истины как таковой. Если одинаково верно и дважды два – четыре, и пять, и семь, и девять, и десять, то вы сами понимаете, что тогда остаётся от понятия истины. Или мы считаем, что действительно христианство – та религия, которая действительно даёт истинное понимание Бога, истинное понимание Бога. И что значит понимание Бога? Обращаю ваше внимание. Это значит истинный путь обращения к Богу. Истинные средства спасения человека указывают действительно истинную норму состояния, духовного состояния человека, при котором только он может обрести спасение, то есть соединение с Богом. Это очень важные вещи, то, что сейчас происходит. Так вот, вот эта теософская точка зрения, которая, видите, она проходит под флагом, я бы сказал, политических лозунгов. Ведь политика, увы, к сожалению, всё с большей и большей силой начинает воздействовать на церковное сознание. Ватикан – это вообще уже бедный, обмерщился. Под эгидой же Папы, вы знаете, Иоанна Павла II проходили вот эти ассистские моления. Вот, и сейчас они развиваются всё с большей силой. Забыли о том, зачем же моления? Вы можете собираться и обсуждать вопросы, которые касаются жизни, жизни мира. Этих проблем очень много. Да, пожалуйста, здесь никто не возражает. Мы собираемся вместе и верующие, атеисты, пожалуйста, и представители всех религий. Это всё понятно. Когда же собираются на моления совместные, вот тут уже вопрос возникает принципиально другого характера. Сами понимаете, да. Можно ли поклоняться истине и заблуждению? Хотя пока это просто собирается вместе. Пока не проводится совместно, в смысле, вот в одно то же время все вместе молятся. Да, но идём мы к этому. Так вот, в отношении теософской точки зрения, я вам скажу, что идёт пропаганда очень сильная. В частности, я вам не мог тогда привести некоторых цитат, но думаю, что сейчас можно будет вам это сделать. Я вам назвал, но зачитаю только сейчас. Речь идет о цитате из работы Протерея Меня «Истоки религии». Я по брюссельскому изданию читаю. «Быть может, разница в богопознании религиозных гениев...» Я не понимаю, что такое религиозных гениев. Я не понимаю, что такое религиозных гений. Гений – это тот, кто рождается. Это рождается. Вот Пушкин родился, и он действительно гений. У него бьёт этот фонтан, неудержимый. Причём бьёт в такой красоте и силе, что здесь просто зачаровываешься, когда его читаешь. Вот он такой гений. А что такое религиозные гении? Я не знаю. Так вот, быть может, разница в богопознании религиозных гениев, таких как... Послушайте! Послушайте, каких гений? Франциск, Ассиский, Тереза. Вы слышите? В первую очередь католические. Это замечательно. Это замечательно. Экхард. Ай-яй-яй. Дальше, вдруг, святой Серафим. Имена кончаются. Вы подумайте только. Знаете, я помню, встретил здесь в академическом храме, и ему сказал, отец Александр, что же это такое? Он, ну, вы знаете, у меня будет новое издание, он только сказал, у меня будет новое издание, а что будет в этом новом издании, не знаю. Нам не удалось потом встретить и поговорить с ним. Я очень хотел, потому что это что такое? Религиозные гении. На одну доску. Вы слышите? Франциск, Тереза, Экхард, Серафим. И людей обыкновенного уровня заключается в том, что для последних, то есть обыкновенного уровня, встреча с Богом была подобна мгновенной вспышке молнии, за которой нередко вновь наступает мрак. А первые, перечисленные, всем своим существом приобщались к божественной жизни и сами становились её носителями. Ни малейшего представления о том, что есть истина, есть заблуждение. Есть правильная духовная жизнь и есть прелесть. Вот эта беда, я вам скажу, многих и многих богословов. Считаю, что всё, если человек молится, человек трудится, значит, он уже, уже он святой. Следуя, продолжаю вам, следуя по пути, проложенному созерцанием, индийские брахманы приходят к тому же, к чему приходили все мистики, в какое бы время и в каком бы народе они не жили. Вам понятно, что такое в какое время и в каком бы народе? Вам понятно это, что такое? То есть в любой религии. И начинается перечтение. Яджня Валкья и Будда, Платин и Ариопагид, Мейстер Экхард и Григорий Палама, Каббалисты и Николай Кузанский, это католик, Яков Бёмы, Рейсбрук и множество других ясновидцев Востока и Запада, все они, как один, свидетельствуют, что там... Посмотрите, что свидетельствуют. Нет ни добра, ни зла. Интересно. Ни света, ни тьмы. Поразительно. В священном мраке, скрывающем основу основ... В священном мраке, кстати, обратите внимание. В скрывающем основу основ, скрывающим, не вскрывающим, а скрывающим, они ощутили реальность сущего, абсолюта, страшная, непереносимая тайна. Эту бездну, с большой буквы бездна, трудно даже назвать Богом. Вот это точно! Вот это точно! Великий, великий германский мистик Эхард именует абсолютное начало божеством. Кто же сказал, что он великий? Ай-яй-яй! Это пишет христианин! Боже мой! До чего мы дошли? За пределами всего тварного и ограниченного мистическому оку открылась реальность с большой буквы. Большой буквы. Которую, послушайте, лао-дзы называют дао, будды – нирваны, каббалисты – энсофо, христиане божественной сущностью, усиа – божеством. Вы понимаете, что здесь сказано? Даосисты, ну, в переводе на современный язык, можно было бы сказать – агностики. Агностики, которые не знают. Там кто-то, но мы не знаем, кто. Буддисты – это атеисты. Я помню, на одной международной межрелигиозной встрече крупного масштаба подошёл к главе делегации буддистов и просто спросил его, «Так всё-таки вы верите в личного Бога?» Я лично спросил. Он с гневом не ответил – нет, об этом не может быть и речи. Буддисты – значит, даосисты – агностики, буддисты – атеисты, иудеи – каббалисты, для которых Иисус Христос – лжемессия. Я надеюсь, вам всем понятно. Лжемессия. И христианские святые познают одну и ту же божественную реальность. Лучше сказать – Богом. Вы понимаете, что пишет человек? Можно бы так сказать, но это он ошибается. То, что ошибается, это мягко сказано, но дело не в этом. Вся суть не в том, что это он. А в том, что эта идея пропагандируется с огромнейшей силой сейчас, сейчас, в христианской среде. И приобретает всё большее и большее число сторонников. То есть, идёт размывание христианства как такового. Я сказал, христианство, вот применительно к нашей вере. Я скажу, большее. Происходит размывание истины как таковой. Нет истины, вы слышите? Всё относительно и условно. Всё есть истина. Лжехристы, лжепророки – истина. Нирвана буддистов, которые представляют из себя один из классических образцов пантеизма, то есть, полного отрицания божества как личного, как личного, единого начала всего. Каббалисты, для которых Иисус Христос – лже-мессия, вы слышите? Лже-мессия, о которых Маймонит, например, говорил, правильно сделали отцы наши, что распяли его. Который заменил, заменил еврейское в еврейском тексте, в еврейском тексте, в котором сказали «эхад», то есть единый, то есть качественное определение Бога. Вы слышите? «Эхад» – единый в качественном смысле, заменил на «яхид» в количественном. Специально это было сделано, чтобы никому не пришло в голову, что Бог может быть не моноипостасным. один моноипостасный, а не «эхад», который качественно единый, но что в этом единстве скрывается? Может быть, и триипостасность. И именно вот эти открытые новозаветные тексты, то есть, извините, ветхозаветные тексты, как раз они говорят «эхад», а не «яхид». Вот какие серьёзные вещи, перед которыми мы с вами стоим. Это реальность, вы должны её знать. Я просто вас предупреждаю, просто считаю своим долгом. И эти вещи проникают сейчас огромной силой. Я не взял с собой текста, но скажу вам, на Пятом Всемирном Соборе Русском, Пятом Всемирном Русском Народном Соборе в заключительном документе было сказано «Всякий, кто утверждает, что только его вера является...» И дальше перечисляются там разные, так сказать, её аспекты, но суть в том, что истинный. Только его является вера истинной. Так? Этим самым он отодвигает на обочину историю все прочие. Вы слышите, какие вещи сказаны? Это уже... Где это Пятый Всемирный Народный Собор? В Русской Православной Церкви. И здесь написаны такие вещи. То есть, если я утверждаю, что я уверен, что православие действительно есть единственная истинная религия, я это верю, это моё мировоззрение. Если я не верю, ну, не будь православным. Но, оказывается, если я это утверждаю, я тогда всех прочих отбрасываю на обочину историю. То есть, кто же есть я тогда? Если я всех отбрасываю, вы слышите? Акцент. Идёт сейчас мощное наступление на истину как таковую. Она просто подрывается в самой своей сути. Нет истины. Проповедовал релятивизм полный. То, что я вам говорил, теософский взгляд, чем характеризуется? Все религии ведут к Богу. Все пути ведут в Рим. Вот, то, что я вам зачитал, это просто одно из таких высказываний. И то, что он здесь писал, меня это просто удивляет, кстати. Потому что у него же, у отца Александра Мини, есть очень хорошие, я бы сказал, высказывания и даже целые параграфы против теософии. Прямо против теософии. Очень хорошие и такие обоснованные. Вдруг здесь полное неспровержение этого. Я не знаю, чем объяснить, мне не удалось так поговорить с ним. Правда, был анекдотический случай, когда я ехал в машине с одним из его, в общем, таких поклонников великих, ехал из Смоленска. Да, и когда я ему это прочитал, правда, он ко мне претензию предъявил, что я вот критически выступил в отношении этого. Да, и когда я ему зачитал это, реакция была потрясающая, которую вы себе даже представить не можете. Ни за что. Вам в голову никогда не придёт. Реакция была таковой. Почему же вы не сказали ему об этом? Вы виноваты! У него не было никого, кто мог ему подсказать. И вы ему не сказали. Я что угодно ожидал, только не этого. Да. Вот так, но не удалось поговорить действительно лично, и очень жалко. Да, потому что эти вещи, как вы видите, они разрушительные буквально для христианства как такового. У меня единственное предположение, что поскольку писал это, хотя имя его поставлено, но писал этот целый коллектив авторов, но я просто об этом знаю. Потому что мне самому он предлагал даже помощь этих людей многих. Единственное, предполагаю, что он, может быть, не успел прочитать или прочитал слишком мельком, или понадеялся на верность взглядов этих своих помощников. Но сами по себе эти вещи вышли всё-таки под его именем. И они, сами вы видите, какую разрушительную силу имеют для понимания не только христианства, а истины как таковой. Вот этот теософский взгляд – это действительно беда, я вам скажу. И он, как видите, входит сейчас всё с большей силой в мировое сознание, в религиозное мировое сознание. К чему он приведёт? Можно предполагать, вот на фоне этого релятивизма очень легко, как мне кажется, будет принять, так сказать, великого царя или президента, или, по крайней мере, главу всего мира в его веровании. Каком? Универсальная у него вера будет, наверное, скорее всего. Скорее всего. Которая не будет отметать ни одной религии, которая будет принимать все религии, и в том числе христианство, только в каком ракурсе? Вот в таком. Христианство является одним из путей неистинно, слышите? Один просто из путей. Как я вам говорил, что Христос – это только одна из наибольших искр, которая вылетает из трубы вечности. Понятно? Таким образом от христианства не остаётся ничего самого главного. А что главного не остаётся? Что именно только христовую жертвою, суть христианства, только жертвою Христа человечество получило возможность исцеления той природы, которая была повреждена глубоко, исцеления смертности, тленности и страстности как таковой. Только благодаря жертве Христовой человек получил возможность воссоединения и не только воссоединения с Богом первоначального, изначало присущего человеческой пруде, но и гораздо более высокого, гораздо более высокого. Ибо первоначальное состояние человека было каким? Падательным. Адам пал. Конечное состояние человечества какое будет? Непадательным. Непадательным не потому, что человек будет связан с своей свободой. Это было бы убийственно. Совсем не потому. А что его духовное состояние будет находиться на том уровне, когда он не будет не способен отпасть от Бога. Вы слышите? Не способен в силу чего? В силу приобретённого того глубочайшего смирения и на почве его той глубочайшей, сильнейшей любви к Богу, которая не позволит ему уже отпасть от Бога. Вот так, друзья мои. Вот это вот я напоминаю вам сейчас ещё, поскольку и повторяюсь, вы извините меня, но я считаю, что это очень серьёзная вещь, серьёзная реальность, перед которой вы стоите. Слышите? Вы перед этим стоите. Вам придётся с этим в полную меру соприкоснуться. Вы выдержите мощный удар на себе в этом плане. Поэтому заранее должны знать, перед чем мы стоим и в чём ложь этого теософского воззрения. И напоминаю вам относительно сатириологического воззрения. То есть, как я убеждён, это именно православный взгляд, взгляд на возможность спасения человека, возможность спасения вне границ христианской веры или вне границ канонической церкви, то есть границ видимой церкви. Я уже говорил вам об этом, что основополагающим здесь являются слова Христовы. Всякий грех и хула. И хула на Сына Человеческого простится в конечном счёте. Ибо это заблуждение. Вы слышите? Это просто заблуждение, ошибка ума. Хула на Духа Святого не простится, когда ум вовсе не заблуждается, видит истину и ложь, исследует лжи, борется против истины, борется против добра, которые видят. И приводил вам пример пример возможности, психологической возможности такого акта души убить и Лазаря. С того дня, с того дня, помните, как написано в Евангелии от Иоанна, было решено погубить Иисуса и Лазаря. Помните? Когда уже факт был настолько сильный, что уже некуда деваться. Чему же был отдан приоритет? Каиафа, помните, поставил на суждение Синедриона что? Что нам делать с этим человеком? Он творит великие чудеса. И мы стоим перед чем? Что придут римляне и завладеют нашим народом. Всё-таки они обладали некой свободой. Там, видите, всё-таки некая свобода была. И так что? Вот политическая вещь, то есть чисто земная, и божественная вещь, когда этот человек уже ясно кто. Ясно уже кто. И так? И так? Ну-ну? К чему? Выбор? Бог? Или земное благополучие? Или мамона? То, о чём сказал Христос? Нельзя служить Богу и мамоне. И оказалось последнее, последнее оказалось намного сильнее. Решено было убить даже, вы слышите? Не как-нибудь, а убить. Недаром Христос сказал, он человек-убийца от начала, говоря о сатане, когда сказал, ваш отец дьявол. И здесь убийство, а не что-нибудь. И вы помните последующую историю. Так, начиная с первомученика Стефана и дальше. Так вот, вот эти вот слова Христовы являются основой понимания и нашего отношения к оценке спасения. Я обращаю ваше внимание. Друзья мои, очень важный момент. Вот вчера у меня была лекция для молодёжи в Москве. И я хочу вам сказать ещё раз. Это серьёзнейшая вещь, о которой как-то мы, ну, или вскользь говорим, или совсем не упомянули. Кто есть христианин? Кто есть христианин? У нас стандартный ответ. Христианин – тот, кто верует вот в это, вот Иисуса Христа, Господа, пришедшего, совершившего то-то и то-то, кто принимает крещение, становится членом церкви. Вот тот христианин. Разве не ясно это? Вы знаете, я вам хочу сказать страшную вещь. Скажу – нет. То, что сказано, это верно, но это совсем недостаточно. Если хотите, первым христианином, о котором засвидетельствовал сам Господь Христос, вы слышите, сам, никто-нибудь явился кто? Правый разбойник. Вы слышите? Первым христианином! Почему я говорю первым? Он первый, который вошёл в рай. Вы слышите? Он стал первым членом церкви. Уже. Я говорю, первым в каком смысле? Он уже ныне же со мной будешь в раю. Все прочие ещё находились здесь, в земной жизни. Он уже вошёл в рай. Он стал членом церкви. Он стал первым христианином. Вы понимаете, чтобы он мог вам предложить, какое исповедание веры? Мы его взвыли, если бы услышали. Он ничего бы вообще не мог бы нам предложить. Где, когда он принял крещение? Когда он причащался? Скажите! А оказывается, кто христианин есть? Я обращаю, друзья мои, ваше внимание на это. Серьёзнейшую вещь. Оказывается, христианин тот, кто имеет правильное, верное, духовное устроение. Вы слышите? Верное, духовное состояние имеет. Какое это состояние? Состояние вот этого разбойника. Вот этого разбойника, вот того мытаря, о котором Господь сказал в притче, неневитин, которого Господь помиловал. Вы слышите, кто христианин? Ещё раз вам повторяю. Не тот, кто внешне, формально признаёт Христа. Не тот, а тот, кто имеет верное духовное устроение, такое устроение, при котором действительно он способен принять Христа. Какое это устроение, значит, надо знать? Это устроение мытаря, который бил себя в грудь и говорит, Боже, милостью буди мне грешнику. Вот а какое! Разбойника, который сказал, достойное по делам нашим мы принимаем. Представьте себе, друзья мои, мы вот сидим, так всё удобно, а представьте, когда дикая боль, дикая, когда, чтобы вздохнуть, надо подняться на гвоздях, для того, чтобы только вздохнуть, на гвоздях подняться. Эти жуткие муки. И вдруг человек говорит, достойное по делам нашим мы приняли. Вы только поймите, попробуйте войти в это состояние, что, каково оно. И дальше, помяни меня, Господи, во царстве Твоём. Мысли даже не было о том, что он будет там. Ты там, я там не буду, я здесь. вот оно, вот оно состояние, которое мы единственным можем назвать христианским. Слышите? А не то, когда нас крестили, нас причастили, мы ходим в церковь и так далее. всё это, вот эта внешняя церковная жизнь, она вся направлена только к одному, надо запомнить это, к тому, чтобы мы приобрели вот это состояние разбойника. И если это внешняя церковная жизнь, это принятие таинств, начиная с крещения, слышите? Если оно не приводит нас к этому состоянию разбойника, бессмысленно тогда, только чисто внешне, это наше христианство, нет христианина тогда во мне. Слушайте, ну, вы говорите проповеди, ну, скажите об этом, пожалуйста, проповедь, ну, скажите людям, потому что люди понимают, христианин что такое? Вот, обычно, вот это внешнее, крестили, причастили, в храм ходим, всё такое. Да, а сам не знаю, что делаю, а сам мню о себе не знаю, как кто. Я христианин, если не верите, я напишу плакат ещё, а то вдруг ошибётесь. Ну, что это такое? Вот кто христианин. Запомните, пожалуйста, христианами оказались неневитянии. Вы подумайте, кто оказались христианами? Ибо Бог их помиловал. Значит, их состояние оказалось каким? Христианским. Не думайте, что Он их помиловал только здесь, не уничтожил их города. Помиловал только здесь, земной жизни, чтобы потом в преисподнюю их отправить, в гиенну огненную. Их состояние оказалось христианским. Они оказались христианами, ещё не зная Христа и не ведая о нём даже. Впервые к ним пришёл такой пророк и сказал им покаяться. И они стали христианами. К сожалению, вот эти вот глубокие эти вещи, эти вещи проходят мимо сознания. Мы чисто превращаем в форму наше христианство как таковое. Чистая форма! То есть превращаем буквально чуть ли не в язычество это. Так вот, сатириологический взгляд, который, как мне кажется, является на веру. Кто же спасётся? В какой религии? Возможно ли спасение вне официального, я бы сказал, формального христианства, вне вот этой канонической церкви? Возможно или нет? Я говорю вам, разбойник спасся, не будучи включён ни в какую церковь. Не было её канонической даже церкви. Не было её ещё. Когда началась церковь? Ну-ка, по катехизису. Вопрос. С Пятидесятницы. Разбойник пострадал до Пятидесятницы. Значит? Вы слышите? Какие у нас формальные вещи! Какой подход! Он уже был христианином и оказался спасённым. Он уже приобщился Духу Святому. Неневитяне уже оказались спасёнными. Уже приобщились те, кто искренне действительно каялись, сознавали своё недостоинство. Вот кто христианин! Вот кто спасается! Слышите? Бог, кто спасается! А нам это часто предлагают какие-то несуразицу! Крещен или не крещен? Ай-яй-яй! С другой стороны, друзья мои, должны понять, что всё то, что есть в церкви, вернее, не всё то, не всё то, нет, не всё. Концерты запричастны, не подходит. Никак. Это же вы знаете, надеюсь. Со мной уже вы знакомы. Они как раз разрушают. Но все таинства церковные, святоотеческие творения, церковные установления, всё это, оказывается, это великая помощь нам, чтобы мы стали христианами. Вы слышите? Мы не христиане, ещё крестившись, а тем более, когда нас крестили, когда мы ничего не понимали. И когда нас могли крестить в кого угодно! И в буддистов, и в мусульман, и в растрийцев, кого угодно! В католиков, протестантов! Знаете, красота! Без меня меня спасали! Да. В кого угодно! Нет, нет! Это мы ещё не христиане! Нам только дали имя христианское, а содержание зависит от нас. Христианами становимся только тогда, когда приходим к состоянию мытаря, блудницы покаявшейся, разбойника вот этого. Вот оно, где христианство, вот где христианин! Как было бы хорошо, если бы мы это поняли и приняли! Если этого не будет, наша церковь пойдёт под откос. Вы слышите? Я говорю, о нашей не в смысле русской церкви. Я говорю, о православной церкви, о канонической церкви. Потому что вот в чём её удерживающее начало! Вот чем только она ещё живёт! Не дай бог, если этого не будет! Насколько мне это известно, на Западе уже этого понимания, к сожалению, нет. Чисто превращено всё в форму, формальные вещи, католицизм, протестантизм, формальные вещи. Ты мне, я тебе! И всё! Вот так, друзья мои! Вот суть сатирологического взгляда. Видите, оказывается, кто спасается? Если нужно, вот я, конечно, не буду вам приводить. Тут у меня масса высказываний. Кого я скажу вам? Максима Исповедника, Григория Богослова, Иоанна Дамаскина, Иннокентия Борисова, пастыря Ермы, Григория Богослова, Климента Александрийского. Целый ряд блестящих высказываний! Просто, ну, мне просто немножко жалко просто времени, времени, как они говорят, о том же самом. Кто есть христианин? Кто спасается? Совсем нет этого формального взгляда. Крестился христианин. Не крещён, не христианин. Простите, Василий Великий в 30 лет крестился. Он что, до этого не был христианином, да? Интересно, кто посмеет это сказать? Я надеюсь, никто. Подвязался в пустыне, пишет устав монашеский, подвижник. Да. То придумали. Вот чисто формально, как вступление в компартию. Получается. Да. Ну, вот так. Вот я говорю, ну, вот некогда мне этим заниматься. было бы, конечно, очень бы неплохо бы, но не буду я. Ладно. Хочу только ещё сказать, да, напомнить вам, что сошествие Христова ад был актом вневременным. Вневременным. Это невременный акт. Просто я напоминаю вас. Да. Отныне ад разрушен. Об этом пишет Иоанн Богослов, Иоанн Затауст. Разрушен ад. Нет его. Есть обломки, развалины. Вместо этого. Вот. Но тот, кто недостойно жил, да, оказывается на этих развалинах. Но он отныне способен видеть Христа. Если раньше стены были несокрушимы, отныне он видит Христа. И каждый, у кого была вот эта вот мысль, вот это состояние было, он может обратиться ко Христу. И сейчас я вам скажу, очень многие находятся на уровне какого? Ветхозаветного, так сказать, человечества. Вне христианского. Не знают Христа. Не знают Евангелия. Как спасались ветхозаветные люди? Так, как спаслись неневитени и многие другие, как спасся разбойник. И сейчас множество людей, находящихся точно в том же состоянии. Ветхий Завет и сейчас продолжается. Вы слышите? Да, множество людей продолжается Ветхий Завет. Не забудьте, пожалуйста. Мы живём, кажется, в христианскую эпоху. Но на самом деле Ветхий Завет, то есть ветхозаветное понимание, понимание Бога, спасения, в самой человеческой жизни, оно присутствует во множестве не только людей, не христиан, а самих христиан. И как спасаются люди? Тем же самым путём. Только если до жертвы Христовой Ветхозаветные люди не могли войти в соединение с Богом, то полноценное, которое мы называем спасением, то теперь, то теперь, в Новозаветную эпоху, те люди, которые спасаются Ветхозаветным путём, могут уже получить, благодаря жертве Христовой, получить это соединение с Богом и это спасение. Благодаря жертве Христовой. Вот на это я обращаю ваше внимание. Ну, я вот... Ну, вот в Деяниях апостолов читаю, «Во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Богу». Скажите, что значит приятен Богу? Что, пощекотал что-то такое и приятное, да? Ну, что за глупость? Коли приятен Богу, то есть, что значит приятен? Вы знаете слово приятен? То есть, кого принимает приять, то есть принять. Оказывается, вот оно что! Приятен Богу! А последнее, что пишет апостол Павел, «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что упываем на Бога Живого, который есть Спаситель всех человеков». Ана и Пачи верных! Вы слышите? Спаситель всех человек, ана и Пачи, то есть, особенно, или, лучше сказать, тем более верных! То есть, здесь и сомнений уже нет! Тем более верных! Спаситель всех человеков! Только, пожалуйста, никому не рассказывайте об этом! А то обвинят в оригенизме, ещё в чём-нибудь! Это только я вам говорю, и по знакомству просто уже! Это апостол, то вместе с апостолом Павлом, прямо в преисподнюю тут же! И его туда же! Ишь, пишут, что? Всех человек! А особенно верных! Это куда же? Да чего же докатиться? А Христос за всех умер! Пишет в 2-м послании Коринфянам. «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человека». Да что ж это такое? Только и знай, что для всех человека! Интересные слова! Да, любопытно! Апостол Пётр в Деяниях, помните, что говорит? «Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Да. Масса святых отцов. Ещё раз повторяю, я вам перечислил некоторых. А у истины философа что только написано? Боже мой! О христианах до Христа. Ну, вы проходили это по патрологии, я уже просто не хочу вам цитировать. У Климента Александрийского, который говорит даже так, что философия была для Эллинов таким же деятоводителем ко Христу, каким закон был для иудеев. Ирни Леонский пишет, «Христос пришёл не ради тех только, которые уверовали в Него, но для всех вообще людей, которые желали видеть Христа и слышать Его голос». Григорий Богослов пишет, «Не принявшие крещение не будут у праведного судьи, не прославлены, не наказаны, потому что, хотя и не запечатлены, однако же и не худые». Вам понятно, что это такое? Что значит? Простой образ приводится. Героев, но возвращаемся чуть-чуть назад, Советского Союза давали кому? Только особенно отличившихся. Хотя воевали все, всех встречали мы с почестями, всех вернувшихся с войны, но героев давали немногим. Так вот это и есть, что они не будут... Потому что не принявшие крещение не будут у праведного судьи ни прославлены, ни наказаны. Да, не все прославлены, воевавшие, только те, которые отличились, но, естественно, не будут и наказаны. Мы их всех, тем не менее, встречаем с почестями. Понятно, что... Вот о чём идёт речь. Они в том смысле, чтобы они будут отвергнуты. Более того, Григорий Богослов пишет интереснейшую вещь, на которую прошу вас обратить внимание. Послушайте. Может быть, они, эти люди, те, которые здесь не крещены, будут там крещены огнём, этим последним крещением, самым трудным и продолжительным, которые поедают вещество, как сено, и потребляют легковесность всякого греха. Вы слышите, о чём даже говорит? Там будут крещены огнём. О чём идёт речь? Речь идёт не о совершении таинства крещения. Например, вы понимаете, там, в преисподней, значит, какой-то батюшка, который попал в преисподнюю вместе со всеми, и там давай всех крестить. Да. Ну, сколько там уж за крещение, там уж он возьмёт, это вопрос, конечно, другой. Но, сами понимаете, речь идёт же не об этом, что он там, бедный, попал со всеми. Да. Сами понимаете, речь не об этом идёт. Да. Речь идёт о другом, что речь идёт о возможности спасения, о возможности осознания. Вы слышите? Осознание. Осознание-то у человека присутствует же. Душа. Она же сохраняет полностью сознание. Не имеет воли она там, чтобы измениться. А осознание-то есть. Есть воля придёт когда? Когда будет всеобщее воскресенье. Когда душа соединится с телом, когда соединится тело, когда станет полноценным человеком, тогда воля уже придёт. Тогда придёт возможность решимости и принятия решения. Там же, пока находится, там, пока ещё происходит только то, что называет Григорий Богослов крещение огнём. Познаёт человек, что такое страсти, с которыми он не боролся здесь. Вот что познаёт человек. Он тем самым подготавливается к тому, чтобы, когда вновь возвращается к нему воля, принять окончательное решение. быть ли с Богом или напротив. Вот как. Вот я не могу мне зачитать ещё одну вещь, правда, которую мы с вами, которую я ещё раз вам буду зачитывать, потому что мы начнём с вами сейчас разговор о таинствах церковных. Но зачитаю вам, чтобы вы не забыли. Лучше трижды, чем ни разу, правда? Феофан Затворник. Только послушайте. Ну, прежде чем послушать. Вы знаете, что некрещённые дети погибнут? Знаете это? Знаете? Погибнут. Абортированные дети. Знаете, что погибнут? Не матери? Нет, нет, не матери. Матери покаются и спасутся. Да. А дети эти погибнут, которые не совершили ни добра, ни зла. Знаете? Знаете. О, какая вера наша хорошая! Лучше не придумаешь даже. Что пишет святитель Феофан Затворник? Послушайте. А дети все ангелы Божии суть. Некрещённых, как и всех вне веры сущих, надо предоставлять Божию милосердию. А они, некрещённые, не пасынки и не падчерицы у Бога. Потому он знает, что и как в отношении к ним учредить путей Божиих бездна. ой, какие еретические мысли высказывает. Ай-яй-яй! Уж, наверное, лжестарцы лучше же знают, что некрещённые погибнут. Да, что пишет? Преподобник Тарий Оптинский знаете, какую вещь написал? Только послушайте. Простой индус, ну, надо же куда забраться в Индию. Простой индус, верящий во Всевышнего и исполняющий, как знает волю его, спасётся. Нет, это прежде времени его прославили, по-моему. Как вы-то думаете? Индус спасётся. Кошмар какой! А вот дальше уже совсем интересно. А тот, кто, зная о христианстве, идёт индусским, мистическим путём? Нет! Вот это уже хуже, конечно. Да. Видите, как, интересно, святые смотрели. Они смотрели на состояние, духовное состояние человека. Они по этим полочкам формальным говорили, крещён или не крещён. Христианин? В смысле, ты формально принял или не христианин? Вы смотрите, какие вещи! Уже пишут апостол, пишут святые, вон его синфилософы. Прямо говорят, что у христианок до Христа. Иоанн Златоуз, что на пасхальном слове что только говорит. Вот какой взгляд! Всё внимание обращается на духовное состояние человека. Ибо, учтите, мы духовно или соединяемся с Богом, или с демонами-мучителями. Духовно! А не потому, что мы здесь в земной жизни сделали. Ещё раз вам повторяю. Всё то, что предлагает нам Церковь, таинство как средство вспомоществования, церковное установление, церковную дисциплину, сам характер жизни – всё это есть только средство к приобретению спасительного духовного состояния. «Ибо спасаемся мы правильным духовным устроением, а не тем, что мы приняли или тем, что мы сделали». Много разбойник сделал добра очень сомнительно. Очень сомнительно. Не случайно его казнили. «Он спасся». Он спасся. Как и Афа, там и Анна. Анна, первосвященники. Много сделали добра? Много. Много. Кем оказались? Ясно. Ваш отец – дьявол. И вы похоть отца вашего творите. Опять я возвращаюсь, друзья мои, к тому, потому что не могу, чтобы... Мне хочется, чтобы вы усвоили это. Мы духовным устроением, состоянием, правильным духовным состоянием спасаемся, ибо им мы соединяемся с Богом, как и неправильным соединяемся с демонами, а не самими по себе внешними действиями, да, внешним принятием определённых даже таинств, вам скажу, будто мы спасаемся здесь. Вот это очень важно нам понять и запомнить. Ну, хорошо. Вот я сегодня как раз и думал, да, и думаю, ещё у нас времени сколько с вами? Как? Я только собрался вам читать лекцию. Да вы что это делаете? Вы часы переводите, что ли, я вижу? Слушайте, я слышал, что будто бы йоги могут силой мысли остановить часы. Вот маятник ходит, мысль сконцентрировал, и часы остановились. Вы, я чувствую, этим и занялись. Я теперь понял, только занялись не остановкой часов, а ускорением часов. Вот что вы делаете. Все вместе, наверное, договорились, и совокупную мыслю сразу десятков слушателей раз и ускорили движение часов. Стрелки. Вообще, это интересно, вы эксперимент провели. Да, надо бы другим студентам подсказать, когда лекции не интересны, ускорять время, когда интересно и останавливать время, тормозить. Причём, не время этого зала, а вселенское время, как таковое. Правда же? Потому что наши часы должны же соотноситься с временем общим, а не каким-нибудь частным. Да, конечно, жалко. Я, в общем, собирался вам сегодня прочитать лекцию о таинствах, но вот ещё совершенно необходимым вам напомнить вот эти вот вещи. И прошу вас, друзья мои, запомните, пожалуйста. Если сможете, то произнесите проповедь в храме. Скажите, кто христианин. А то ведь в народном сознании, как и в нашем с вами, глубоко сидит мысль. Что сделать? Сделал, и ты, Господи, никуда не денешься. Всё, попался, Дух Святой, в клеточку. Я уже крещён. Раз окунули, трижды, а дважды вынули, и сразу уже в святцы попал. Вот так. Я, конечно, шутю, извините. Это, может быть, не стоит так говорить. Но вы виноваты, потому что вы молодые сидите, я вынужден с вами вот так говорить. Я бы никогда такого не сказал, потому что я человек очень строгий. Вы же знаете. А вы вот виноваты своими шуточками, прибалудочками вызываете меня.